Добрый день, коллеги! Сегодня хотел поделиться с вами приемами поисков конфигурации, используя сторонние средства. Дело в том, что те средства, которые предоставлены конфигураторам, они не покрывают всех потребностей программиста. Самый большой из недостатков – это отсутствие поиска по регулярным выражениям конфигурации и очень долгий и медленный поиск, глобальный поиск. Сам известно, ERP или УПП с очень большими конфигурациями вообще невозможно работать, потому что поиск до нескольких минут доходит. Давайте посмотрим, какие средства у нас есть. У нас есть Visual Studio Code, текстовый редактор. Хоть звучит негромко, но эти средства позволяют искать по регулярным выражениям, а также в считанные секунды в миллионах файлов находить нужную информацию. Итак, на официальной странице Visual Studio Code есть кнопочка для скачивания «Скачивайте». После этого запускается за редактором. Открывается основное окно. На боковой панели есть команда «Extension». Нажимаете, открывается установленное и рекомендованное расширение. В данном случае нам нужно расширение Language 1SBSL. Находится в стреке поиска. Устанавливаете. Дальше переходите в конфигуратор. В моем случае я буду демонстрироваться на демо-конфигурации библиотеки электронных документов. Делаем что дальше? Конфигурация. Выгрузим конфигурацию файла. Указываем каталог, куда мы хотим выгрузить. Запоминаем. Переходим в Visual Studio Code. Файл открыть как каталог. Указываем каталог выгрузки. Открываем. У нас исходные файлы имеются. Теперь давайте рассмотрим, какие кейсы у нас существуют. Допустим, распространенный кейс, глобальный поиск по вызову какого-то метода общего модуля. В данном случае давайте посмотрим, как пример электромонное взаимодействие. Допустим, вы захотели переименовать экспортный метод общего модуля. По сути, привести рефакторе. Возможно, плохой наимен был или неудачный. Для этого нам нужно выполнить глобальный поиск. Кстати, не только самая конфигурация, также и во внешних файлах, во внешних обработках отчетов. Для того, чтобы в внешней обработке отчета выгрузить на исходный файл, мы должны открыть обработку. Команда действия. Выгрузить файл. Выгрузить исходный файл. Таким образом, мы получим полную картину. Далее, после того, как мы выгрузим конфигурации и внешней обработки отчета, мы можем смело производить поиск. В данном случае нам нужно искать строку электронного взаимодействия, точка строка дерева, скобочка открывается. Перейдем в Visual Studio Code. Откроем панель поиска. Идем строку поиска. Сейчас давайте электронную взаимодействию допишем. Так, чтобы картина полная была. Смотрите, здесь есть файл to include. Это тех файлов, которые мы хотим искать. Также есть файл to exclude. То есть, значит, те файлы, которые мы хотим исключить. В данном случае, если мы хотим только исходные коды искать, тогда мы вводим все файлы bsl, чтобы осудить места поиска. Как мы видим, в данном случае нашлось 5 упоминаний в одном модуле. Интеграция 2. Давайте посмотрим. 56, 59, 40, да? Переходим в фигуратор, находим, в общем, много электронных взаимодействия. Если я не ошибаюсь. Так, интеграция 2. Интеграция 2. 40, 59, 56, 99. Да, действительно, все верно. Таким образом, мы находим все упоминания. Или же, допустим, мы хотим найти текст запроса, да? То же самое. Ищем в PSL файла, то есть в исходном коде 1С. И задаем строку поиска. Как мы видим, 1, 2, 3, 4, 5, 5 местах. На что вспоминаем? Рассмотрим еще один кейс. Допустим, мы хотим глобальным поиском найти в RLS упоминания документов. Инфигуратор нашло этот. Как видим, не так быстро, как хотелось бы. Открываем. Открывается окно. И вот видите, только для чтения, да? Так как он не снят замочек с роли. Поэтому нам, в данном случае, даже неудобно проводить анализ этого текста. Если аналогично действие произвести в Visual Studio Code, то, поверьте, это будет гораздо удобнее. Но имейте ввиду, что надо файл указывать XML. Обратите внимание, нашелся файл.райтс.xml. И спокойно изучаем, анализируем текст RLS. Еще один кейс интересный достаточно. Мы хотим его найти в упоминании номенклатуры, то есть справочник номенклатуры, где он напоминается в командном интерфейсах, правах, подсистемах. Если же мы посмотрим стандартные средства, которые предоставляет конфигуратор, то он здесь ограничен. Здесь нет нейролей, ни командного интерфейса, ни подсистемы, ничего. Давайте посмотрим, что если мы попробуем поискать с помощью Visual Studio Code. Смотрите, как много упоминаний нашлось. Собственно, в самом каталоге, ссылка много на него, в форумах различных, номеропатург андрагентов, приселенных файлов, характеристиках и так далее, в следующих типах. Также имейте ввиду, нашел в ролях упоминания write.sxml, а также, также sub-system, видите, sub-system, код-системы, демообмен контрагентами, клиенты до и справочника. Также в командном интерфейсе, нашел демообмен контрагентами. Вот видите, какая полная картина в отличном конфигураторе. Таким образом, данный инструмент нам позволяет расширить наши возможности по поиску необходимой информации, сэкономить время и, соответственно, развить наш круглодзор одинестников. Всем спасибо за внимание, жду от вас полезных комментариев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова